Аминь Когда Иоха будет Крутить им То вы тоже подключаетесь И так яростно мы будем делать Эти паузы Чтобы вы тоже могли покрутить Чтобы заглушить Имя его Чтобы имя Амана Для чего мы это делаем Чтобы имя Амана было Заглушено и чтобы Никакой славы Он не получил Даже в том что сейчас Мы упоминаем его имя Ався слава Нашему Господу Потому что он спас наш народ Хорошо, давайте Начинать Аминь Аминь Иисус 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 Всегда, знаете, немножко кажется Ой, мы целую Мигелу Целый свиток будем читать Я думаю, это действительно благословение Когда мы можем Прикоснуться к оригиналу Послушать Я понимаю, что многие Из нашей общины То есть русскоязычные люди Они не знают О чем здесь написано было Во-первых, нужно дома прочитать на русском Всегда надо готовиться Это первое Второе Вы знаете, я хочу вам рассказать Одну историю Когда Один еврей Который не знал иврита И не мог молиться на иврите Но он всегда приходил В синагогу И вслух читал алфавит Вот все, что он мог Это прочитать алфавит И он говорил так Господь всемогущий Творец Я не могу говорить на этом языке Не дал ты мне возможности такой Но вот я читал буквы Ты сам из этих букв Составь, пожалуйста, молитву И прочитай ее Знаете, когда человек чего-то хочет Он это делает Вообще, то, что мы вот сейчас сделали И делаем уже не первый год Это действительно митсва Это благословение Мы совершаем очень важное Духовное действие Поэтому Сегодня некоторые слова Я хочу как бы сказать Важные вещи По Мигеле можно проповедовать И мы это делали не один раз На разные темы проповеди Каждый год на Песах Как бы говорится Одна и та же года Вы знаете Мудрецы говорят Если бы Мы знали Тору На память Мы все равно Повторяли бы эти слова Из года в год Для того, чтобы наши дети Не забыли это Когда мы празднуем Наши праздники Нам кажется Мы каждый год Делаем одно и то же действие Вроде бы Мы каждый раз говорим Похожие проповеди Хотя на самом деле Мы стараемся Дать разнообразный материал Вот в нашей общине Тем не менее Пускай там за 5-8 лет Собирается примерно Вот один и тот же материал Казалось бы Ну что нового Можно еще подчеркнуть Не всегда нам нужно новое Нам очень важно Не забывать главное Поэтому вот это напоминание Оно дает нам Силу к жизни В Боге Коротко Что происходило в то время В городе Шушан Мигела говорит Что Ахашферош Владел И господствовал Над 127 Областями От Африки До Индии Вдумайтесь Какая это огромная территория Да Иран Пакистан Ирак Все вот это Междуречие Африка вся Индия Это просто Невероятно Какая огромная территория И один человек На всей этой территории Мардыхай Мардыхай Как бы запустил Вот этот весь процесс Теперь представьте себе Когда были написаны Все вот эти письма Да Уничтожить евреев Аману показалось Мало разобраться С одним только Мардыхаем Он как бы решил Это не его уровень Ну что ему Бороться с одним человеком В казну Ахашвирош Как раз оказался Совершенно чистым От всех Вот этих интриг А возле царя Всегда находятся люди Которые хотят И манипулировать И хотят использовать Его власть В своих целях Это то Дело Ламан Вот мы живем На востоке Мы наверное Хорошо понимаем Да Что такой гордый человек И насколько Его амбиции Выплескиваются Через край Ну что там С одним Мардыхаем Весь народ Надо уничтожить Хочу вам сказать За всю историю Людей Нас с вами Было только Два человека Которые хотели Полностью уничтожить Всех евреев То есть Были локальные Были поместные Такие вот Погромы Какие-то вещи Но за всю историю Было только Два человека Это Оман И это Гитлер Два года назад Если я не ошибаюсь У нас в архиве Есть этот материал Мы показывали вам И Я не собирался Это сделать Но давайте мы Это сделаем Немножко просто Чтобы вы понимали Тех Кого не было Два года назад И те кто Не зайдут в архив Мы сейчас покажем Очень интересные вещи Вот эти свитки Они пишутся Ну вот с того времени Как мы читаем Эти книги Понимаете Да То есть Сколько лет прошло Чтобы вы понимали Эти события Были в 354 году До нашей эры 354 год До нашей эры То есть до сегодняшнего дня Сколько лет прошло Две тысячи Там Да То есть вот так пишутся Эти свитки Это традиционное написание В именах В именах Сыновей Амана Вот это имена Сыновей Амана Во-первых Посмотрите Как выглядит сам Картинка Как бы общий Общий план Написания Вот здесь имена Вот они И здесь Посмотрите Здесь написано Асарат Это слово Десять И После каждого имени Ве-эт Ве-эт Имя сына И написано Ве-эт По грамматике Не нужно так писать Здесь нет запятых Здесь нет ничего Но Сыновьям Амана Выделен отдельный амут Видите да Амут Аман был повешен На чем? На дереве На столбе И вот внешний вид Посмотрите Как это похоже На столб Казни Видите Как есть Подножие Такое И вот такой столбик Здесь Вот здесь В именах Есть Три маленьких буквы Буква Тав Буква Шин И Буква Зайн Называется От Зира То есть Очень маленько Спасибо Эти три буквы Тав Шин И Зайн Это 1946 год Если мы Сегодня Напишем В Израиле Вы знаете Да Пишут Это Кстати Во многих Календарях Здесь Впереди Не пишется Буква Гей На самом деле Должна быть Чуть-чуть Буква Гей Потому что Это Тысячелетие Но Тысячелетие Сложно перепутать Да Мы понимаем Что Тысячу лет То есть Для нашего поколения Не нужно писать Дополнительная буква Поэтому Пять тысяч Гей Вот это Семьсот Четыреста И триста Семьсот Седьмой Год По еврейскому Летоисчислению Это Пять тысяч Семьсот Седьмой Год Полностью Как бы Совпадает Если вы Сегодня У нас Сегодня Тав Шин Айнтет Если вы Отсюда Отнимете Это Две тысячи Сегодня Девятнадцатый Год Если вы Сделаете Перерасчет У вас Выйдет Тысяча Девятьсот Сорок шестой Год В Тысяча Девятьсот Сорок шестом Году В октябре Месяце Произошел Нюрнбергский Процесс На нюрнбергском Процессе Было Приговорено К повешению Именно К повешению Двенадцать Человек Двенадцать Борман Сбежал А Геринг За день До этого Совершил Самоубийство В камере И что Характерно Это Происходило В спортивном Зале Одной Из школ Именно В этот День Именно В 1946 Году Было Повешено Ровно Десять Человек Аман И Гитлер Это два Человека Которые Хотели Полностью Уничтожить Еврейский Народ На мой взгляд Это очень Мощное Пророчество Которое Мы можем Увидеть Через Просто Написание Свитков Откуда Кто Мог Это Знать Но Традиционно Пишут Эти три Буквы Маленькими И писали Всегда Ну Зайдите В архив Посмотрите Подробнее Идея Самого Праздника Пурим Это Перемена Жребия Пур Это Жребий Но Здесь Написано Что Пур Он Гораль Это Третья Глава Седьмой Стих Седьмой Стих Смотрите Как написано В Иврите Когда Для Амана Подбирали Удачный День Пур Бросали Пур Здесь Написано Пур Гу Гораль Наход Гораль Это Тоже Жребий На Иврите Но Это Больше Чем Жребий Которые Бросают Гораль Это Судьба На Самом деле Фактически Здесь На Иврите Написано Что Бросали Жребий Который Стал Судьбой Для Еврейского Народа И Посмотрите Как удивительно В конце Там пишется Да Что Это День Печали Обратился В день Радости Наши Враги Пытаются Найти Самое Удачное Время Для того Чтобы Нас Убить Оказывается Они Находят Самое Удачное Время Для Собственной Гибели Удивительные Вечи Если Вы Когда Нибудь Видели Во многих Синагогах Во многих Синагогах Есть Либо Изображение Двенадцати Колен Израилевых Либо Изображение Двенадцати Созвездий Которые Соответствуют Каждому Из флагов Израиля Они Называются Наеврите Мозолеты Обычно Как бы И это Нормальная Практика Не обращаться К этим Вещам Что Говорит Иудаизм То что Каждый Человек Рождается В определенный Месяц И под Определенным Созвездиям Это Как бы Барур Мейлав Это Понятно Проблема В том Что Люди Думают Что Они Могут Обратиться К этим Звездам Или К этим Силам Которые Находятся В Поднебесии И Как-то Повлиять На свою Судьбу Это И есть Грех Это И есть Идолопоклонство Почему Иудаизм Говорит Несмотря На то Что Человек Рождается Под определенным Созвездием То есть Каждый месяц Соответствует Какому-то Созвездию Нельзя Верить Поклоняться Или Обращаться К этим Категориям Потому что Они Сотворены Творцом И тот Кто их Сотворил Намного Больше Чем Вот эти Мозолеты Общая масса Людей Обращаясь Гороскопом Грешит Потому что Это запрещено В Писании Конкретно Запрещены Гороскопы Колдовство Смотрите Насколько Тонкие Грани Здесь Еще раз Повторю В синагогах Здесь В Израиле Мозаики На полу В Киеве Вот я был Синагога Старая синагога Которая Там Там Обрезали Всех Дедей Вот из моей семьи Потому что Она даже Во время войны Пекла мацу Находится она В Киеве Но Переулок Это даже не улица Переулок Щиковицкий Улица Щиковицкая Но он как Переулок идет Пересекается С улицей Межигарская Это на Подоле Там После реставрации То же самое Сделано Вот 12 Символов Как бы Но там Соответствует Как бы Каждая колена Имеет свое Созвездие Но это не значит Что к этому Надо обращаться Или надо верить То что тебе Это может Как-то помочь И книга Эстер Она показывает Что действительно Те люди Которые Вот как Аман Зачем они Бросали Они пытались Они пытались Найти месяц Наиболее подходящий Для того Чтобы погубить Евреев Ну и В принципе Вот они Подобрали Все И им казалось Что все Сходится Все нормально Звезды Сошлись И вот Здесь То что Говорит Иудаизм Вступает В силу Тот Кто Сотворил Это все Он имеет Власть Над всем Один Человек Мардыхай Не захотел Поклоняться Аману Это не потому Что он был Бунтарь Просто он Не мог Поклониться Никому Кроме Бога Сотворившему Сотворившего Небо И землю Но Аман Это воспринял Как личное Оскорбление Это не давало Ему Спать Кушать Нормально И вообще Жить Настолько Сильно Его сердце Вот ненавидело Еврейский Народ И теперь Представьте себе Евреи Которые Находятся В Африке Евреи Которые Находятся В Индии Или еще Где-то Они понятия Не имеют Что там Сейчас происходит В городе Шушан А письма Уже Разосланы Чтобы их Убили Их уничтожили Они в глаза Не видели Этого Мардыхая Вообще Не знают Что там Что там За буза Такая Что там Происходит Очень Интересный Стих В конце Нас Но Была Часть Которая Роптала И Которые Были Недовольны Мардыхаем Знаете В нашей жизни Могут быть Рядом Люди Которые Даже Когда мы Будем Делать Правильные Вещи Мы 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 Их Глазах Рацуем Рацуем Ну как бы Это Желанными Да Вот Мы Не будем Им Нравиться Они 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 Не Рацуем Еврейский Народ Мы Думаем А если Мы Уступим Злу Сейчас Ну Может быть Нас Пронесет Как-то Не Пронесет Я Вам Точно Говорю Потому Что То Что Они Задумали Они Это Сделают Просто Найдут Другую Причину Мардыхай Написано Был Второй После Ахашвироша Такой Был Еще Один Человек За Всю историю Еврейского Народа Йосеф Йосеф Аминь Хорошо Что Вы Это Знаете Мне Очень Приятно Вообще Легко Проповедовать В нашей Общине Два Человека Вы Знаете Что Йосеф Конечно Вы Это Знаете В Нем Как Бы Полностью Видна Судьба Ишо Мессии Братья Продали В Рабство В Тюрьму То есть Опустился До Самого Низа И Потом В Один День Взлетел На Самый Верх И Стал Вторым После Фараона Мардыхай Точно Так же Он Спас Весь Еврейский Народ Это Прообраз Мессии Мардыхай И Йосеф Это Прообразы Машеха Потому Что Один Только Человек Так Возревновал Один Только Человек Сказал Что Я пойду До Конца Вот Только Что Мы Читали Эстер Передала Он Оделся Во Вретище Мешок Сак На Иврите Буквально Мешковина Она Колется Она Очень Пойдите В магазин Купите По два Шекеля Мешковина Есть Продается На На Метры Крапивяная Вот Это Страшная Вещь Вот Он Это Все Замотался Оделся Эстер Посылает Ему Одежду И Он Ей не Принял Что Ему Одеться Не Во Что Он Богатый Человек Он Бизнесмен Эстер Хотела Погасить Этот конфликт Понимаете Она Хотела Как-то Уладить Дела А Мордыхай Говорит Не думай Что Ты Одна Спасешься Там И Он Говорит Избавление Придет Израилю Но Не Через Тебя А Ты Как Раз Пострадаешь В Этот Момент Это Принцип Божий Почему Мордыхай Был Так Уверен В Этому Как Вы Думаете Потому Что Обетования Божьи Непреложны Не Может Быть Уничтожен Наш Народ Ни Оман Ни Гитлер Я Думаю В последние Дни Во время Великой Скорби Попытается Это Сделать Еще Антихрист Цар Амашиах Как Будет Такой Заключительный Выпад И Тоже Не Выйдет И Будет Сражение Последнее Даже После Тысячелетнего Царства Враг Не Оставляет Попытки Уничтожить Народ Божий Почему Потому Что Этот народ Призван Нести Слово Божье Другим Народам Нет Никакой Другой Цели Вообще Цель Рассказать Другим Народам О Творце Неба Земли Если Вам Будет Интересно Я Очень Советую Прочитать Апокриф Книга Юдив Кто Читал Поднимите Пожалуйста Руки Если Вы Помните Там Описывается Когда Сына Малика Рассказывает Вот Этому Военачальнику Историю Еврейского Народа Он Говорит Они Раньше Поклонялись Идолам Как Все Остальные Но Потом Бог Призвал Их Они Потом Ушли В Отдельную Страну Они Даже Жили В Хана Ане То То есть Когда Вот Этот Сын Амалека Он Рассказывает Амманитян Я прошу Прощения Не Аммалика А сын Амманитян Когда Он Рассказывает То есть Он Потомок Лота Он Знает Историю В принципе Когда Он Рассказывает Он Говорит Слушай Эти Люди Они Как бы Тоже Когда То Поклонялись Как Все Но Когда Они Начали Поклоняться Создателю Богу Который Сотворил Небо И Землю Их Судьба Изменилась Они Вообще Стали Практически Неуязвимыми В те Моменты Когда У них Все Было Хорошо Когда Не Было Внутри Греха То есть Он Знает Историю И 22 Глава 23 24 Книга Числа Это История С Биль Амам Да Который Тоже Пытался Проклясть Но Ничего Не Получилось Возлюбленные Братья И Сестры Книга Эстер Показывает Нам Что Безвыходных Ситуаций Не Бывая Мы С вами Живем В Очень Хорошее Время Нам Не Пришлось Испытать То Что Испытывали Евреи Тогда Нам Даже Не Приходится Защищать Собственные Дома То есть Указ Вышел Царя Они Защитились Они Убили 500 Человек Шушани Написано Мы Только Что Прочитали 10 Сыновей Омана Но Руки Свои Не Простерли На Грабеж То есть Они Не Занимались Как Бы Это Сказать Мародерством Вообще Во Время Любого Сражения Любой Войны Человек Имеет Право На Добычу В Этой Книге Написано Евреи Не Стали Этого Делать Их Цель Не Была Захват Имущества Их Цель Была Сохранить Свою Жизнь И Жизнь Своих Детей Вдумайтесь В то Время В той Культуре В тех Условиях Не Взяли Ничего Не Разграбили Дома Ни Одежды Ни Золото Ни Серебро Ничего Нам Не Пришлось Жить Во Время Холокоста Наши Дедушки И Бабушки Пережили Эти Вещи Кто-то Не Пережил Кто-то Сгорел В печах Освенцева Треблинки И Других Концлагерях Было Убито Огромное Количество Людей И не Только Евреев Там Убивали И Других Людей Евреи Были Большинством Основная Масса Но Там Были И Другие Люди По Разным Причинам Нам Не Пришлось Жить В Это Время Но Даже Сегодня Люди Не Находят В Себе Сил Проживать Свою Жизнь В Благодарности Богу Вместе С Богом В Служении Ему Вы Знаете Я Иногда Думаю Если Не Не Дай Бог Не Дай Бог Сегодня Кого Отправить В Конц Лагерь Хотя Бы На Три Месяца Хотя Бы Так Чтобы Он Живой Был Не Сжечь Его Но Вот Чтобы Он Там Поспал На Досках Вот Этих Понятно Питался Б Вот Так Истощен Был Б И Молился Б Такой Человек Об Избавлении Потом Получил Б Его Как Вы Думаете Он Б До Конца Своих Дней Б 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 Не Важно Что Это Было Б Синагога Или Дом Молитвы Да Для Других Народов В Нас Сегодня Отсутствует Вот Эта Ревность В Нас Сегодня Отсутствует Благодарность В конце В девяносто девятом году его сняли Называется Дьявольская арифметика Я до этого не видел этот фильм Вот возьмите Найдите и посмотрите Момент в том что Там Сюжет я коротко скажу В Америке люди Евреи живут просто Супер Да Причем богатые евреи И девушка Ну ей там Лет Восемнадцать Двадцать Не знаю Современная Молодежь Фильм начинается с того что Она находится В салоне Где делают татуировки Но она так и не сделала С подругами была И вот она приходит На Седер Песах Выпивает вино Ее просят пойти Открыть дверь Для пророка Ильягу И она От вина Теряет сознание Как опьяни И она попадает В концлагерь Вот в то время Только не сразу А в Польшу И она все помнит Что с ней было Там в Америке Она из Америки И она вообще Понять не может Как она тут оказалась Но она все помнит И вот она Проходит весь этот Концлагерь Ее в конце Сжигают в печи И она открывает глаза В этой комнате В этой комнате В начале этого фильма Есть такой актер Джастин Хоффман Может кто-то помнит Он играл Да Тутси он играл В таких фильмах Он просто сидя на табуреточке Все так очень Найки скром Говорит вступительное слово И он объясняет Что он тоже еврей Что идея фильма Современную молодежь Научить уважать свои традиции И помнить то Что было с нами Вот во Второй мировой войне Очень хочется Чтобы мы с вами Тоже ценили То что дает нам Бог Когда мы читаем Вот эти книги Я не знаю как вы У меня Вот аж мурашки идут Я как будто Там нахожусь Не знаю Вот тут у меня Воображение так работает Как будто я попадаю В то время В этот город Шушан Нету асфальта Нету дорог Люди ходят пешком Запах вот этого От животных Понимаете Я это все ощущаю Вот так меня Как бы Ведет Дух Божий Я представляю себе В Мардыхая Вот это все Как он там лежит Три дня Кричит Не ест Не пьет Посыпает на голову Себе землю Вот эту Понимаете Какая ревность Какая неотступность У человека А мы не можем Себя раскачать Чтобы какие-то Маленькие вещи Сделать для Бога Мы живем В последнее время Друзья И время Великой скорби Не за горами Не надо думать Что нас это Не коснется Писание говорит Надо думать Что нас это Да Коснется Это значит Что нам нужно Готовить себя Нужно свой дух Держать в бодром Состоянии Когда там Это будет Да прямо сейчас Может начаться Мы же как Мы же себе Нарисовали Какую-то схему И думаем Будет все Развиваться По схеме И когда оно Со схемой Не совпадает Мы говорим Да Это будет Еще не скоро А на самом деле Можем пропустить Очень важные признаки Того Что уже происходит А это уже происходит Сейчас Я думаю Что такие книги Как Магелат Эстера Они должны заставить Нас всех Протрезвиться Ободриться Задуматься Это произошло Дважды Вот Я говорю Холокост И Городе Шушан Только в городе Шушан Все было иначе Там жребий переменился Там Обошлось И мы живем В преддверии Второго пришествия Мессии на землю Мы живем В то время Когда Антихрист Придет К власти И Нам нужно будет Занимать Какую-то позицию Нам нужно Что-то будет Делать Нам нужно будет Как-то Реагировать На эти вещи Нам нужно будет Проповедовать Другим людям В этот период Нам нужно Быть готовыми Отдать Свою жизнь Лекидуша Шем За Божье слово Во славу Господа Когда я говорю Нам нужно Быть готовыми Это не значит Что мы готовы И это не значит Что я готов Мы никто Не знаем Как мы себя Поведем В такие ситуации Единственное 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 О чем я молю Господа Чтобы он дал силы Закончить свою жизнь Нормально Вот это я молюсь Господи Помоги мне Просто пройти До конца Путь веры Дай силы Я Когда-то был Перед Делился Этими вещами Я никогда Не молюсь Господи Испытай меня У меня Не хватает веры На такую молитву Я вот могу Сейчас исповедоваться Я когда молюсь Я говорю Господь Я очень слабый человек Очень И если бы не ты Я вообще не мог бы В этом мире жить Я на тебя Только надеюсь Я Я не думаю Что я сильный Или герой веры Посмотрите себя Вовнутрь Глубоко Кто вы там Какого размера Ваш внутренний человек Я не нахожу Своего Большим Или достигшим Чего-то Единственное Что я прошу У Господа Каждый день Силы Прожить еще один день Так чтобы все было нормально В Писании написано Что победа От Господа Но Коня готовят На день битвы Или нет Вы слышите Что говорит Писание Победа от Господа Да и аминь Но мы должны Коней готовить Мы должны Не быть в состоянии Аморфного Вот такого Вот тела Расплывшегося Знаете Как жидкий мед Как пластилин Потающий на солнце Мы должны Быть бодрыми И Вот эта книга Она рассказывает О жребии Который стал судьбой Для всего еврейского народа Третья глава Седьмой стих Жребий Он и есть Наша судьба И В одно мгновение Печаль Превращается В радость Помните Всегда обетование Написанное В первом послании Коринфянам Десятая глава Тринадцатый стих Там такой текст Ибо верен Бог Который не попустит Вам быть испытаемыми Сверх сил Но При испытании Даст и облегчение Так чтобы вы Могли его перенести В синодальном переводе Написано Слово Искушение Но слово Это Неправильно Переведено Там имеется ввиду Не искушение В плане Как бы На соблазн Да Потому что Такого рода Искушение В иврите Это михшоль А именно Нисаен Испытание Да Поэтому И когда вы читаете Двадцать вторую главу Книга Бытие Там где написано И искушал Бог Авраама Это синодальный перевод В иврите написано В иниса Адуна Элухим Эд Авраам Ниса Это значит Испытывал Делал Нисаен Буквальным образом Проверял его Поэтому Послание Раби Шауля Коринфянам Первое Оно говорит о том Что Что бы нам не выпало Что бы нам не выпало Мы можем пройти Эти испытания Я вот эти дни На этой неделе Читал Заметки Одного Равина Который Описывает Молитвы людей Евреев Которые молились В концлагере Какими молитвами Они молились Это Ну что-то Невероятное Человек молится У которого У которого Уже он потерял Жену Детей Он полностью Как бы потерял Все самое дорогое Он молится Говорит Господь Ты у меня Уже забрал Все что можно было Забрать Детей забрал Жену забрал Уже Уже как бы Все Дальше некогда Но он говорит Ну я все равно Не откажусь От веры в тебя Молитва У тебя Ничего не выйдет Я не откажусь От своей веры Я когда читаю Вот эти Это свидетельства Там имена людей Вы понимаете Это невероятные вещи Он говорит Даже не пытайся Вот что бы ты Не предпринимал То есть он понимает Что это испытание И он молится И говорит У тебя не получится Как бы свернуть Меня с этого пути Я все равно В тебя Буду верить До конца Давайте спросим себя В дни Пурима Возникает ли у нас Подобного рода мысли Готовы ли мы так молиться Способны ли мы Пройти свой путь веры Своё поприще То что нам назначено Богом В Израиле сегодня Пурим выглядит Как маскарад Как шабаш ведьм Как Я же не знаю что Просто катастрофа Это не то Что хочет видеть Бог Я вас уверяю В традиции Есть хорошие вещи Но есть издержки Что называется Производство Пусть Бог даст нам мудрость Ценить это слово И не думать Потому что мы видим На улице Что нам не нужно Праздновать эти дни И этот праздник Понимаете что я пытаюсь сказать Не нужно смотреть На тех людей Кто вообще не задумывается Над этой книгой И даже не читают Сегодня эту книгу Несмотря на то Что говорят на иврите Лучше чем мы Родились в этой стране Уже забыли Свои традиции Пусть Бог Благословит нас Чтобы наш жребий Был действительно Благословенной судьбой Поэтому в эти дни Пурима Я благословляю Каждого человека Всю нашу общину Чтобы наш Гораль Он был благословен И пусть эти благословения Будут и небесные И земные В каждом доме В каждой семье Амин Давайте помолимся Конечно Иткадал Вейткадаш Шмей Раба Бегал Маджи Вракирутей Веямлих Малкутей Бега Ейкон Увка Ейде Холь Бег Исра Гел Багал Увисман Карив Ве Имру Амин Йег Йеш Мэй Раба Мэ Ворак Ле Ол Мэй Ол Мэй Ол Мэя Ит Барах Ит Барах Вей Штавах Вит Пагар Вит Ром Мэй Вей Нас Вей Гадар Вей Тал Мэй Штавах Мэй Мэй Тит Кабал Слод Гон Оваг Гон Дэ Хол Исраэль Кодам А Вон Дивиш Мэй Вей Мэй 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 Яг Штавах Мэй Мэй Барах Мэй Вей Чтавах Ит Мэй 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 Слод Вей Мэй 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 У я все шалома лейну, ве алкогол Исраэль, ве имру, имру, аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова